На общегородской субботник в Самаре вышли почти 80 тысяч горожан. Порядок наводили в парках, скверах и во дворах. Привели в порядок газоны, тротуары собрали прошлогоднюю листву и мусор. Особенно много людей собралось на набережной. Склон площади Славы приводили в порядок чуть больше часа. И результат сразу заметен. В день общегородского субботника набережную украшали молодыми деревьями. Сотрудники нотариальной палаты высадили аллею из 23 саженцев. События приурочили к 150-летию российского нотариата. В акции приняли участие губернатор Николай Меркушкин и глава города Олег Фурсов. В день генеральной уборки новые деревья появились и в парках города. Даже сильный дождь не помешал депутатам городской думы высадить в Струковском парке с десяток елей. Хоть погода и прохладная, но специалисты говорят, для роста деревьев это то, что надо. Это уже не первая экологическая акция депутатов. Наводить чистоту народные избранники приходят сюда каждый год. Традиции продолжены и мне очень хочется призвать всех горожан, чтобы месячникам по благоустройству благоустройство нашего города не закончилось. Чтобы этот процесс продолжался и мы постоянно смотрели за тем, в каком состоянии находится наш город. В общегородской субботник приведен первый пробный пуск фонтанов. Всего в городе их 33. На техническую подготовку ушло несколько месяцев. Фонтан у бассейна ЦСКА ВВС считается одним из самых сложных. Здесь пять двигателей, почти 300 светильников. В проверке готовности принял участие глава города Олег Фурсов. Пробный пуск прошел успешно. Многие инициативные самарцы не только на субботник вышли, они весь месяц посвятили уборке своих дворов. Ни погода не остудила, пыл неравнодушных горожан. Новые краски в свой двор принесли жители 33 дома на Волжском проспекте. Уборку здесь начали еще в конце марта. Осталось самое приятное – высадить новые цветы и деревья. В принципе, мы готовы и в дождь, как видите, никто не расходимся. Привезли розы, вот сейчас подарим. Мы сделали наш двор зеленым, цветущим. Только осталась побелка бордюров, побелка деревьев. Какого цвета будут розы – сюрприз, который приоткрыться должен к середине лета. Газоны в этом дворе радуют разнообразием. Есть и родные хвойные деревья, и экзотические растения. Все под пристальным контролем председателя Совета МКД. За каждую клумбу назначены ответственные – жители того или иного подъезда. У нас очень дружный микрорайон. Мы всегда собираемся на все праздники, на все мероприятия, помогаем друг другу. Мы делимся всяким посадочным материалом. А двор на Арцебушевской уже в цвету. Ничуть не хуже японской сакуры, усыпанные белыми лепестками абрикосы. На субботники жители добавили еще одну яркую ноту – красно-белые бордюры. На уборку прилегающей территории выходят и сотрудники крупных предприятий города. Коллектив нефтеперерабатывающего завода тоже навел порядок. Небольшая зеленая зона нефтеперерабатывающего завода без внимания не остается. Наводить чистоту сюда вышли больше 60 человек. Участок грязноват, видят даже дети. Грязно. А сейчас чисто будет, если мы уберем. Как и сотни самарцев, нефтяники выходят на субботник каждый год. Совместный труд им в радость. Вот это наша территория, территория перед заводом, которую мы проходим каждый день. Даже культура человека меняется, когда он видит, что чисто, убрано все, и уже даже бычок уже не кинет. С хорошим настроением, солнечный день. Потратить 2-3 часа для каждого человека это совершенно несложно. Все хотят жить в чистом городе. Для этого не нужно многое, нужно только желание. За час работы привели в порядок деревья, собрали старые листья, ветки и мусор. На этом уборка не заканчивается. Приводить близлежащую территорию в порядок выйдут и на следующих выходных. Субботники в Самаре проходят во всех дворах, больших и маленьких. Уборка для меня всегда праздник, шутит одетый в костюм председатель многоквартирного дома на Фрунзе 86 Анатолий Малышкин. Вместе с супругой они наводят порядок в этом дворе уже 26-й год. Все начинается с себя, уверен Анатолий Федорович. А двор – это лицо дома. Он создает людям настроение, понимаете? Когда человек идет и видит, что убран, у него радостное настроение, особенно жильцам, которые здесь проживают. «Приведи свой двор в порядок» – это не просто название акции, это образ жизни активных самарцев, которым небезразлична чистота в городе. Посильную помощь оказывает ТОС, который предоставил весь необходимый инвентарь. «Стараемся обеспечить людей инструментом, лопатами, метлами, мешками и просим у людей выйти почистить свой двор». Жители 86-го дома на улице Фрунзе своим примером призывают всех самарцев закатать рукава и выйти на уборку собственных дворов. Такую задачу поставили себе и самарцы с улицы Александра Матросова промышленного района. Традиция соблюдать чистоту здесь сложилась еще 9 лет назад. Чтобы отучить автолюбителей парковаться на газоне, Татьяна Попова разбила полисадник, а потом и мусор собрала с детской площадки. С тех пор двор в идеальном состоянии. Соседи помогают. «Чтобы было красиво, уютно на улице, любо-дорого посидеть. Говорят спасибо. Кто говорят, кто... А сейчас вот насчет воды вот этого будет скандал. Говорят, что много поливаемы. А у нас в доме же счетчик. Ну вот не знаю, кто против. Конечно, двое-трое против. Остальные все за чистоту и порядок». В этом году первый раз убрать двор жители вышли еще в конце марта. В мае планируют высаживать цветы. Впрочем, рассказывают люди, с своей управляющей компанией они тоже расслабляться не дают. «Обращаемся, когда в администрацию, если какие-нибудь палатки, есть у нас отдел ЖКХ, и где проводится вместе совещание у нас с управляющими компаниями. Если от нас есть заявка, то управляющая компания нам помогает». Дворники и садовники по призванию в основном пенсионеры. А вот молодежь на субботнике ходит по особому приглашению. «Попросишь, никогда не откажет». «А не попросишь?» «Не попросишь, конечно, нет. Ну, всех надо пока привлекать». Этот двор ежегодно участвует в конкурсах «Цветущий город» и «Фестиваль цветов» и постоянно получает премию как образцово-показательной. «Вот все, что, наверное, жильцам непосредственно это, они все спускают сюда». Все, что накоплено жителями за долгие годы проживания в доме, оседает в подвале. Старые ящики, ведра, разбитые банки. Раньше у каждого жильца здесь были свои небольшие кладовки. Сейчас они превратились в свалку. «И вот у жильцов находятся вот такие вот все вещи». Только с одного такого подвального помещения сотрудники управляющей компании вынесли два десятка мусорных мешков. В среднем за одну смену вывозят на свалку до 12 кубов мусора. «Убирают, у себя в квартире ремонт делают и все выбрасывают в подвал. Спускают все в подвал. Пишем предписание, то есть это все бесполезно. Но вот убираем». Подвалы должны быть очищены от мусора полностью. Нужно освободить доступ к теплоузлу до начала опрессовки. Поэтому многоквартирные дома с подвальными теплоузлами берут в работу в первую очередь. «Это, во-первых, влияет на пожарную обстановку, это влияет на контртеррористические действия. Ну и в целом, на самом деле, данное помещение должны, вдруг, если там будут какие-то люди, чтобы были все проходы свободные для эвакуации». Только ЖУ-3 этой управляющей компании приводит в порядок как минимум по четыре подвала в неделю. Особое внимание сотрудники уделяют исправности замков для подвалов и чердаков. Всего в ведении управляющей компании 1300 домов. В Самарском районе очищать чердаки и подвалы продолжат и после месячника по благоустройству. Полностью завершить работу планируют до начала осени. Кого только не встретишь на Самарских улицах. Заглянули в один из дворов на улице Буянова, а здесь, кто бы вы думали, Печкин? Как живой? Кто там? Это я, почтальон Печкин. Принес заметку про вашего мальчика. Знаменитый почтальон из советского мультика «Творение художника» Александра Степанищева. Печкин едет на настоящем велосипеде, опускает конверт в настоящий почтовый ящик. Правда, композицию еще нужно доработать, говорит автор. Вот всякую нору, колчонка нарисую, письмо утащил туда. Это такая задумка. Время будет. Преображает свой двор самарский художник уже несколько лет. Окна его дома выходят прямо на ветхое здание. Чтобы пейзаж стал повеселее, решил сам его приукрасить. Начал с небольшого фрагмента, потом фантазия разыгралась. Здесь старые вещи обретают новую жизнь. На фасаде поселились плюшевые медведи, слоны и зайцы. Множество небольших пупсов и кукол побольше. Одна стена забора полностью покрыта музыкальными пластинками. Уголок посвящен творчеству Высоцкого. Почти все вещи Александру принесли самарцы. У художника для всего найдется местечко. Сказочный двор уже становится местной достопримечательностью. Сюда пару раз даже приезжали фотографироваться молодожены. Александр такому вниманию рад. У него еще много творческих задумок. Самарская молодежь от уборки города тоже в стороне не остается. Им любое движение в радость. К тому же субботник – отличная физическая нагрузка. Грабли качают спину, а лопаты – бицепс. Мышцы бицепс, руки забиваются, ноги. Опыт появляется больше. Пасмурные мысли отошли от зимы, а встретили весну с хорошим настроением. Лето скоро, все хорошо будет. Остается приправить субботник энтузиазмом и юношеским задором, что молодые люди и сделали. Тем более все остальное необходимое для тренировки выдали организаторы акции «Чистый город» – Самарский Дом молодежи. Как-то все так люди собираются, убираются, стараются сделать город чище. Добавили субботнику соревновательный момент, и обычная уборка превратилась в чемпионат чистоты. Все студенты разделились на команды. Каждая из них получила территорию, которую нужно убрать быстро и качественно. Волонтер-судья, представленный команде, оценивает работу по нескольким параметрам. Я не буду предвзято, чтобы записывать свои девочки, значит я буду им хорошие отметки стать. Нет, все по-честному. Сквер Родина – не первая точка, где наводят порядок студенты-энтузиасты. В этом году о своем участии в акции заявили 35 СУЗов и ВУЗов. Это практически вся студенческая молодежь. Места для уборки выбирают те, где отдыхают сами. Гулять, совершать утренние пробежки и подтягиваться на турниках приятнее всего в чистоте, которой сами приложили руку. Двадцатка встает под щетки портальной мойки всего на несколько минут. За это время кузов отмыт до блеска. Общественный транспорт принимает водные процедуры. Конвейер чистоты работает в усиленном режиме. В городе проводится месячник по благоустройству. Идеальное состояние трамваев – вклад, который хотят внести сотрудники депо в общее дело. Какая машина выходит в рейс? От этого зависит не просто ее внешний вид. Частота в городском транспорте создает настроение. А это и залог здоровья и производительность труда. В Северном депо 143 трамвая. Всего в городе отмыть от зимней спячки надо 424 машины. Валентина Павлова раньше работала водителем. Стаж 36 лет. Потом из-за профзаболевания перешла в мойщицы. Теперь ее мечта, чтобы пассажиры следили за порядком в транспорте, как у себя дома. Бумажки оставляют. За сиденье сюда бумажки суют. Постоянно. Ноги ставят на подножки, на отопление. Сначала потолок, потом окна, стены и пол. Последними отмывают ступени, оттирают все надписи. В чистом трамвае и дышать легче. Приятно, конечно, приподнятые и пассажиры довольны. Мойщики выполняют задачу не менее важную, чем водители и специалисты по техническому обслуживанию транспорта. Состав заходит на генеральную уборку, чтобы продолжить путь в обновленном виде. Этой весной предстоит отмыть 11 таких поездов. Численность подвижного состава Самарской подземки – 46 вагонов. МКТ-80 – так называется специальное моющее средство. Химия идеально разъедает грязь даже на сложных участках. Средо, пыль, вот это все, когда с маслом друг на друга напрессовывается и, соответственно, простым, простой водой не смывается, а путем вот химии все разъедается. Но краска не портится абсолютно ни на вагоне, ни на тележках. Мытье вагонов в метрополитене – дело стратегически важное. И не только потому, что от чистоты вагонов зависит комфорт и настроение пассажиров. С начала месячника по благоустройству в нем приняли участие больше 300 тысяч человек. Объем собранного мусора превысил 8 тысяч кубометров. Общегородским субботником генеральная уборка города не заканчивается. Месячник по благоустройству продолжается.